всем привет с вами Гарри Бенгафонович сегодня хочу вам продемонстрировать один коммерческий проект разработанный мной в системе Симпулскара мне пришло техническое задание на диспетчеризацию котельной в нем было указано что существующая автоматика выведенная через проводную систему операторскую ну то есть данный щит выведен сигнальным проводом операторскую сама котельная находится крыша операторская находится на первом этаже вот как я их понял что они хотят убрать трех операторов на этом сэкономить деньги вот не в этом суть перейдем к делу заданием поставлено что все аварийные сигналы передавались на телефоны ПК беспроводным способом и соответственно управление котлами то есть авария первого котла авария второго третьего четвертого пятого котла клапан включен выключен аварии ПЦО аварии по метану пожар давление контура давление контура и проникновение были выведены беспроводным способом вот так как интернет там нету но и было принято решение установить им GSM контроллер то есть я все по порядку этот вот силовой щит запитанный он питает щит автоматики и сами горелки с этого щита с этого щита вот проектируем линия вот розовенькая я вывел на GSM контроллер вот так же у них вот давление воды не было ну не выведена была авария для дополнительной линии вывел и проникновение не просили сделать проникновение еще завел на автоматику вот то есть при срабатывании допустим аварии первого котла подается проводным методом до GSM контроллер сигнал далее GSM контроллер сигнал уходит на сервер в облако Owen Cloud с Owen Cloud в Simple Scad вот и соответственно на телефон также можно включить любой из котлов и выключить и соответственно еще сбросить аварии вот допустим вот датчик пожарный датчик 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 по метану датчик ПЦО датчик проникновения или датчик давление воды вот ну и тут сама принципиальная схема вот схема от нее отталкиваясь далее будет убраны вот эти связи линии проводные вот и и и и сейчас покажу вот заходим в редактор simple когда вот уберем эти все связи ну линии допустим допустим сработает аварий по котлу номер один я просто на мигание сейчас покажу допустим сработал котел номер один то есть визуально так сейчас вот 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 это варина так 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 ну соответственно отменим сейчас отменим его соответственно соответственно выберем переменную допустим ну который в совину клоуда будет загружена переменная сюда ну в simple scada вот ну там ряд много переменных допустим выбираем ту переменную который отвечает за этот контакт и при срабатывании при срабатывании то есть будет мигать лампочка со звуковым оповещением также с клапаном будет также будет с клапаном просто показываю сейчас ну допустим авария так нет по клапану не так будет по клапану будет просто менять цвет он будет без мигания в нормальном положении в открытом он будет серый в закрытом такой темно-красненький вот также с пожарными датчиками вот пожарные датчики мигать будет секции перебрал не то только через переменную вот примерно будет вот отменим команду вот далее 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 манометр тоже будет показывать авану аварийность как ну допустим нехватка давления давление в сети или превышение давления сети контура котлового точнее прошу прощения вот ну после этого все переменные будут загружены представлены каждому объекту будет установлены еще две кнопки пуск пуск стоп сюда будет пуск стоп где-то ту-ту-ту-ту-ту она тоже имеет вот цвет то есть будет зеленый красный включен выключен это в дальнейшем ну а так а так в принципе так в принципе так сейчас вот 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 будет приложена дальше разработанная дописанная схема управления котельной удаленной из пяти котлов ну в принципе кому очень понятно пишите отвечу сразу на этом спасибо всем всего вот ну ну вот ну Продолжение следует... Продолжение следует...